Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Большого округа. В студии Юлия Столярова сегодня вы увидите. Какие темы поднимали на очередном оперативном совещании городского округа Пушкинский? Добро пожаловать в совхозный дворик. В Ельдигине открылся магазин от племзавода Зеленоградская. Гуляли всей деревней. В Данилове отметили престольный праздник. Об этих и других новостях прямо сейчас. Подготовка к отопительному сезону и капитальный ремонт образовательных учреждений. Эти вопросы рассмотрели на оперативном совещании в администрации округа. Подробности в сюжете. В начале оперативного совещания глава округа Максим Красноцветов акцентирует внимание на привлечении инвестиций. Ведь это и дополнительные рабочие места и налоги, а значит увеличение доходной части бюджета. Также глава благодарит организаторов праздника в честь выпускников. Хорошо организовано. Мы видим большой отклик в социальных сетях. И учащиеся, и родители все достаточно позитивно это все восприняли. Главная тема совещания – подготовка к зимнему отопительному периоду и капитальный ремонт объектов образования. Исправно работать зимой в округе должны 127 источников теплоснабжения. И подавать энергию должны в 1784 многоквартирных дома. 386 из них готовы к новому отопительному сезону. По тем показателям, которые нас мониторит Министерство энергетики и Государственная жилищная инспекция, готовность составляет 21%, при плановом показателе – 30%. Что касается учреждений социальной сферы, то у половины из них паспорта готовности к зиме находятся на согласовании у ресурсников. О профилактических и ремонтных работах отчитываются теплосети. Однако фундаментально проработать вопрос по подготовке к отопительному сезону ответственным службам не удается. Глава округа подчеркивает, что такой подход недопустим. Я хочу послушать полностью ситуацию, что касается наших абонентов. В первую очередь, конечно, социальной сферы. Это самое важное и самое главное. Подробно, четко, подробно, с графиками, с объектами, с проблемами, с руководителями, которые здесь наверняка есть в зале от начала и до конца. Это первое. Второе. Меня очень интересует вопрос задолженности, за коммунальные ресурсы. Потому что не секрет, что, например, муниципальное унитарное предприятие Лесной до сих пор, до сих пор находится в очень плачевном состоянии. Подробно рассматривают капитальный ремонт учреждений образования. Работы проводятся в рамках двух программ губернатора – образование Подмосковья и культура Подмосковья. Первый объект – это школа номер 3 в Красноармейске. Здесь обновят фасад, все инженерные сети, внутреннюю отделку. Готовность на данный момент – 43%. По ходу работы демонтажные работы выполнены практически на 100%. Кладка стен на 60%, штукатурка 60%, подготовка бетонных полов 80%, инженерные сети выполнены на 10%, устройство фасада на 20% и установка окон, как я уже отметила, выполнена на 100%, потому что меняли только в спортзале. Также здесь приведут в порядок прилегающую территорию и оснастят помещение в соответствии с современными требованиями. Еще один объект, который отремонтируют в этом году – детский садик «Семицветик» в Ивантеевке. Здание 1937 года постройки. Здесь заменят кровлю, инженерные коммуникации, окна, отделают внутренние помещения, устроят вентилируемый фасад. Полностью капитальный ремонт завершен в детской школе искусств в Ивантеевке. Юные музыканты придут сюда уже в сентябре. Достаточно интересный проект, большой объем работ выполнен, и вот все, кто там, если были, наверное, обратили внимание на достаточно высокий уровень качества. Это тот же подрядчик у нас выполняет работы, который у нас достраивал Дом культуры в Правдинском. Правильно я понимаю? Да. Собственно говоря, хочу отметить, что и Дом культуры в Правдинском качество и отделки, и качество строительно-монтажных работ велось и организовано было на достаточно высоком уровне. В завершении совещания глава округа обращает внимание на содержание городских территорий и поручает усилить работу в этом направлении. Людмила Ермакова, Галина Тарасова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Путь длиною в 90 лет. Жительница красноармейская Лидия Петровна Желудова отметила свой почетный юбилей. Труженица тыла, ветеран войны и труда. 25 лет она возглавляла городской ЗАГС. Ее знают и любят горожане за тепло и душевное отношение. Поздравить Лидию Петровну с юбилеем пришли представители окружной администрации и наша съемочная группа. Цветы, подарки, добрые слова и пожелания. Целый день 4 июля Лидия Петровна принимает поздравления не только от родных и близких. По доброй традиции к юбиляру пришла заместитель главы администрации Пушкинского округа Юлия Терешина. Лидия Петровна настоящий старожил Красноармейска. Всю жизнь в городе. Помнит, как во время войны просила мать уехать на Урал. Но бросить родной край семья не смогла. Осталась в Подмосковье. Лидия Петровна работала в лаборатории ткацкопредельной фабрики. Потом в аптеке. Четверть века возглавляла городской ЗАГС. Работала одна из подручных средств. Только бумага и ручка. Я одна так, я вот так крутилась. Особенно по субботам никакая была. На обед не ходила. Все-все, все-все. Писанина было много. Заявлений подавали много. Сейчас компьютер. Вот жизнь была. Лидия Петровна с гордостью говорит, что браков в ее время было больше, а разводов намного меньше. В этом видит и свою заслугу. С каждым новобрачным старалась поговорить, выслушать, дать совет. Ее рассказы про бракосочетание 40-летней давности можно слушать часами. Особенные свадьбы были и в Советском Союзе. Они были все необычные друг от друга отвечали. Все необычные были. Вот захотел один в окно принять невесту. Один расписался в субботу, а в понедельник я иду, он меня около двери ждет. Я думаю, что я уже ошибну, списала там ошибку. Я говорю, что это самое, разведите меня. Я говорю, что это дорогое. Только в субботу расписался. Я говорю, я уже не могу это самое. Жди тогда. Или как через суд. В ее альбоме сотни свадебных фотографий. Всех она помнит по имени. Готова рассказывать про каждую церемонию. Помнит Лидия Петровна и про то, как похоронила отца. А на следующий день вышла на работу. Они шумидаваты, я пришла, оделась, я улыбалась с ними. Все, пройдет как нормально. Надо держать себя. Никогда не кричать. Сохранять спокойствие, уважать и любить людей. А еще печь пирожки, которые у Лидии Петровны получаются самыми вкусными. Так говорят про нее коллеги. Вы являетесь ветераном наших органов ЗАГС любимых. 25 лет – это целая жизнь практически. От всей души поздравляем вас с таким замечательным юбилеем. Дай Бог вам здоровья. Спасибо вам большое. Чтобы такой красавицей быть. Поздравляем. Родные и близкие приготовили Лидии Петровне свой подарок – видеоролик, который уверены понравится юбиляршам. Спроси ты, спроси меня, меня и нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Юлия Постриганева, Александр Девкин, Анна Белова. Новости Большого округа. Вот уже 15 лет в округе работает компания «Русит». Она производит текстильные материалы из отходов производства. Бизнес налажен, производство не раз получало награды и признание. Победитель конкурса «Интерткань-2020» – прорыв года. Как развивается предприятие, узнала наша съемочная группа. По поручению главы округа Максима Красноцветова, его первый заместитель Андрей Морозов посетил предприятие «Русит». Оно производит текстильные материалы из отходов производства. Интересно было посмотреть, чем же живет предприятие «Русит». И вот для меня, наверное, большой такой, было приятно неожиданностью, что коллектив работает с Дмитрием Ивановичем уже продолжительное время. И именно на наших пушкинских кулибинах держится это предприятие. За 15 лет удалось вывести уникальную формулу и свое ноу-хау. А главное – экологическая миссия. Материал из отходов производства. То, что пошло бы на помойку, идет в дело. Материал можно использовать повторно в авиационной, мебельной, автомобильной промышленностях. Это карпет, это утеплитель в багажное отделение и шумоизоляция. А здесь то, что мы производим, основная продукция – это предверный коврик. То есть на сегодняшний день, если вы зайдете в любую торговую сеть, с вероятностью равной примерно 70%, вы увидите коврик, верх которого сделан в этом цехе. Этот мех из пластиковой бутылки. Меховушка внешне очень похожа на овчину. Теплая, но при этом экологичная. Новые экономические условия внесли свои коррективы. С марта по июнь просадка цехов стала 35%. Но уже ситуация исправляется. И до конца года прибыль должна увеличиться вдвое. Так как ждет открытие еще один цех, где будут наносить специальное антискользящее покрытие на разные материалы. В результате этого нанесения материалы перестают скользить. Они становятся влагонепроницаемые. Это, опять же, как бы низ предверного коврика. Это покрытие ковров. Это детские какие-то товары, когда нужно, чтобы они не скользили. Это достаточно широкий спектр. Мы, условно говоря, только двигаемся по этому процессу. И мы еще сами до конца не понимаем все технологические возможности, которые есть у этого оборудования. К концу года планируют выпускать 150 тысяч метров покрытия. А значит, полностью импортозаместят китайских производителей. Уже все оптовики переключились на нашу продукцию. У компании «Русит» наладились отношения с администрацией округа. Работники получают грамоты. Вот и сегодня обсудили способы поддержки бизнеса в такое нестабильное время. Анастасия Спирина, Евгений Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глэнзер. Новости Большого округа. Магазин от племб завода «Зеленоградская» открылся в Ельдигине. На торжественной церемонии побывали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Кирилл Григорьев и первый заместитель главы администрации округа Андрей Морозов. Свои коровы, свое молоко, а теперь еще и свой магазин. 1 июля в селе Ельдигина открылся совхозный дворик от племб завода «Аузеленоградская», где можно купить его продукцию и не только. Открытие такого магазина – это продолжение тенденции. По области около 400 фермеров уже занимаются розничной реализацией своей продукции. Особенно важны точки продажи рядом с хозяйством. И, конечно, когда такие магазины открываются, это большое подспорье и с самим производителем. А в данном случае здесь достаточно большой магазин, 134 квадратных метров. Он оперативно достаточно введен, большой ассортимент. Мы здесь можем наблюдать кооперацию многих хозяйств и по сырам, и по плодовочной группе, по молочке, по мясу. Это здорово. Магазин рассчитан для работников племенного хозяйства, которые после работы могут зайти и купить домой продукты. Учитывая то, что большинство из них – жители села, то вообще никуда выезжать не надо. Также будет удобно сюда заехать дачникам, которые проезжают мимо. Так это большой-большой, наверное, плюс. И для округа, для жителей, которые могут прийти в определенное место и купить продукцию, которая точно проверена, проверенных производителей, она точно не фальсифицирована. Ну и, конечно, для нашего ведущего предприятия «Зеленоградца» большой плюс. И даже, наверное, в финансовом плане надеюсь, что этот первый магазин, дальше появится сетка. Открытие магазина соединили с награждением лучших. Николай Сидоров – механизатор, проработал 50 лет. За это время он вырастил 153 тысячи тонн картофеля. Он сажает, обрабатывает, выкапывает. От Министерства за труд грамота. От коллектива – премия. Открытие магазина работники давно ждали. Ажиотаж первых покупателей это показывает. Мне очень приятно, что наше предприятие будет, так сказать, прогрессировать. Не регресс, а прогресс. И очень мне, очень-очень-очень радостно, что у нас открылся магазин. И покупайте нашу продукцию. Натуральное молоко. Здесь будут локальные подмосковные производители. Хлебная продукция Ивантеевского хлебокомбината. Дмитровские овощи, яйца из Сергиева Посада. Молоко зеленоградское. Сыр Королевской сыроварни из зеленоградского молока. И многие другие основные продукты. Локальные товары – это забота не только об экономике региона, но и об экологии. Благодаря минимальной логистике уменьшается эко след. А значит, такая продукция вдвойне полезная. Анастасия Спилина, Юрий Добрунов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Дефиле народного костюма, танцы и фольклорные песни. Весело и ярко прошло деревенское гуляние в Данилове. Там традиционно отметили День деревни. Подробности в сюжете. Дни деревенят исконно ашукинские праздники. Именно в этом бывшем поселении с размахом отмечают и чествуют жители каждой крупной деревни. В Данилово отметили 1 июля праздник с народными гуляниями, стилизованными под старину. Этот день выбран не случайно. 1 июля – престольный праздник боголюбской иконы Божьей Матери. Одной из древнейших чудотворных икон России. Праздник вошел в череду мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Жили-были дед да баба», получившего поддержку президентского фонда культурных инициатив. Мы в 2013 году решили сделать такой праздник, начать это проводить, попробовали. Жителям нашим очень понравилось. И мы решили ежегодно его проводить. Но в период пандемии пару лет мы не проводили. Сейчас уже 9-й год это проходит. В следующем году юбилейный 10-й год. На площадке Лукоречья развернулись выставки и мастер-классы. На одном из стендов традиционная народная кукла. То, что делала Оксана Докучаева долгие годы с учениками в Доме культуры. Эти куколки сделаны как обереги с любовью, без использования иголок и ножниц. Традиционная тряпичная кукла – это тот пласт культуры, который мы начинаем забывать. Ну вот такая куколка, например, зольная куколка. Такая куколка дарилась молодым на свадьбу. В голове у нее зола из домашнего очага. Плотная, тверденькая. И, конечно, чтобы был малыш у семьи, тоже делалась такая вот малявочка. Много лет я занималась этим видом рукоделия. Я собирала куклы, узнавала из интернета, искала мастер-классы, искала описания. Изюминкой праздника стало дефиле народного костюма под названием «Хожу в народном». Мастерицы показывали свои сценические костюмы и коллекции одежды, созданные по мотивам народного костюма. Заведующая ДК Алла Жигарева показала реплики настоящих традиционных костюмных комплексов, сшит их вручную. Приняла участие и одна местная жительница из Зашукина, Евгения Толстошеева. Она детям сама сшила костюмы, а себе рубашку. Мои дети ходили в вальдовский садик. Там у нас празднуются все праздники годовые, годового клуба. И народные праздники в том числе. Мне это интересно, фольклоры, вообще народная культура. В праздники принимали участие коллеги из Домов культуры строителей, юбилейные импульсы созвездия. Для детей весь вечер народной забавы, а в завершении праздника застолье и угощение сладкими пирогами. Анастасия Спирина, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 7 июля, будет облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ночью опустится до 18. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер западный до 5 метров в секунду. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Юлия Склярова. Не забывайте пить больше воды и старайтесь меньше находиться на палящем солнце. Всего вам доброго и хороших новостей.